Вы смотрите Белсад, вы смотрите Вечерний шпиль. Я вас жесточайше приветствую. Об этом попозже, а пока главная тема. Александр Григорьевич против Александра Григорьевича. Вся грудь в орденах. Кто отважится гавкать на хозяина? По адресу ли выслали санитаров? Сеанс снятия последствий. В Беларуси на неделе прошел парад. Парад кандидатов. Такого разнообразия желающих поучаствовать в выборах в стране за 26 лет еще не было. В Центрисбирком подали свои документы более 30 инициативных групп. Похожая ситуация была в 2010-м. Тогда из 10 кандидатов 8 были откровенными оппозиционерами. Они хоть и растянули голоса друг у друга, но смогли не рассориться во время кампании, донести свою позицию до избирателей и вывести людей на площадь с требованием честных выборов. Тогда власти бросили за решетку семерых из них. Похоже, в этом году хотят повторить тот же сценарий, но в виде фарса. Оппозиции не удалось объединиться, и она опять идет с широким, но слабым фронтом. И на первом же заседании ЦИК списком не зарегистрировал инициативные группы целого ряда кандидатов протеста. И в этой ситуации логичен вопрос. Станете ли вы читать новый детектив с лихо закрученным сюжетом и неординарными, хорошо прописанными персонажами, если заранее известно, что убийца – дворецкий? И у нашего дворецкого 18 дворцов. Что делать, чтобы зрители пришли посмотреть шоу с предсказуемым финалом? Шурак! Запускайте берлагу! Первым на сцене появился Валерий Цепкало. С выше четверти века в стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости. Молодежь уезжает за границу семьями, потому как считают, что там больше перспектив, знаний, свободы, денег и надежды. Где ставить подпись? Хотя... Вдвай. Где ж ты был, черт бородатый? Да, где же ты был, наш обличитель? А за последние 26 лет Валерий Вильямович был, в частности, послом США, директором парка высоких технологий. Но за все эти годы соратник Лукашенко не замечал, что страна идет не туда. Даю старт президентской кампании. Для того, чтобы профинансировать свою компанию, Валерий Вильямович продал свой дом. Как там поется в песне? Он тогда продал свой дом, продал картины коров и на все деньги купил тысячу наивных ла-людей. И вы смотрите рубрику «Миллион, миллион, миллион сладких слов». Сразу за IT-дипломатом на избирательном горизонте появился банкир Виктор Бабарико. Вернее, уже бывший банкир Виктор Дмитриевич ушел из Белгазпромбанка, которым руководил 20 лет. Как там говорится, он давно уволился из рядов, а форму банкира можно купить в любом военторге. Чтобы понять систему ценностей господина Бабарико, стоит посмотреть февральскую программу «Идея Икс» на Еврорадио. Вот Калиновский боролся за какую национальность? За Литву. Лично я увидел человека, оперирующего советскими и кремлевскими историческими мифами. Вот цитата из другого интервью. Когда возникла БНР? Правильно, в 1918 году. И за это мы должны сказать спасибо большевикам. Большевикам вообще многие должны сказать спасибо. Белорусы, крестьяне, банкиры, наконец. Постараюсь попасть навстречу кандидату Бабарико лично и передать ему эту картину. Вы меня не узнаете? Нет, не узнаю. А между тем многие говорят, что я поразительно похож на моего отца. В нынешней президентской кампании сын заменит отца. Нет, речь не об этой семье. Вместо старого спарринг-партнера Лукашенко Сергея Гайдукевича, которого называют белорусским Жириновским, в кандидаты идет его сын. Олег Гайдукевич кандидат уникальный, не когда он руководил одним из районных управлений милиции в Минске, в котором пытали активистов оппозиции. Благодаря Олегу Гайдукевичу Фрузинский РУВД города Минска превратился в настоящее гестапо. И как же без Анны Конопадской? За пять лет в Палате представителей она запомнилась проектом закона об амнистии президента. И если уж Аннушка и разлила масло, то это масло елейное. На неделе все лакеи в кандидаты захотели. Не галдите вы лакеи. За версту, видать, ливреи ваши сшиты у макея. Не у этого макея, у этого. Если кто-то из участников подзабудет свою роль, в составе есть тот, кто напомнит о прохладительном морковном фреше. Но шутки в сторону. Лично меня позвал в свою группу Александр Григорьевич... Нет, не этот Александр Григорьевич. Александр Григорьевич Таболич. Белорусский рок-музыкант, лидер группы «Змит». Тем временем в вечерний шпиль обратился персонаж, которого так не хватает для целостности картины выборов этого года. И это не Настя Рыбка. Вы собираетесь выставить свою кандидатуру? Гав. Простите? Пока не решил. Что вас заставило задуматься над выдвижением? Надоело брехня. Это вы на хозяина намекаете? У меня нет хозяина. Я абсолютно независимый кандидат. Пожмете ли вы руку главному конкуренту? Лизну. Гав, простите, кусну. Не обманете? Сукой буду. Малыш, малыш, к нахе! Что-что? Ну все, мне пора. И это был вечерний шпиц. В России ковид-19 за премьером Мишустиным заболело еще несколько членов правительства. И это на фоне падения цен на нефть и газ и приостановленной операции по обнулению Путина. Кучно бьет шаман, но все равно не далек. Язвительно стали шутить в сетях. Об Александре Габышеве вспомнили не только остряки. Для очередной поимки якутского шамана послали аж 20 силовиков. Габышева, который в прошлом году дважды начинал поход на Москву, чтобы, цитирую, изгнать из Кремля Путина, вновь поместили в психбольницу. Тем временем ковид заболел пресс-секретарь Путина. Россияне размечтались и представили Дмитрия Пескова в обычной больнице с его-то часами за полмиллиона евро. Сам чиновник считает, что все из-за блокиратора вирусов. Вернее, из-за его отсутствия. Я делал все возможное, чтобы не заразиться, ограничил контакты, носил бейдж, водил его в машине и до сих пор вожу. Но когда журналисты стали писать о его вреде, я его снял. Но в Российской Думе не стали повторять ошибок Пескова. Несмотря на подколки, ряд депутатов одел таинственные значки обереги. Подробности у Романа Перла. Государственная Дума не подвела. Лучшие представители вертикали власти снова доказывали, что законы может принимать любая умора. Несколько единороссов пришли на заседание с белыми крестами на груди. Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус. Вирус в панике. Он и сам перекрестился и убежал. Пока вице-спикеры шутили, что устройство нечто среднее между блошиным ошейником и средством против кобелей. Здесь у меня коллеги так креативен, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, да? А в это время у зала заседания ростовский коммунист Коломейцев объяснял смеющимся журналистам, что эпидемия плевая и защитит от нее росгвардейский щит. Безусловно, мы с вами живем под эгидой псевдопандемии. Ни один милиционер, ни один росгвардеец не заболел, понимаете? Ни один волонтер. Ну они что, вирусы мимо них летят? Вирусы летят над нашей зоной не только у красных, но и у синих. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что эпидемия – это игры наших предков. Ну, видимо, юристов. А триллионы витают везде. Они, все микробы, вирусы, раньше нас пришли на землю. Мы позже пришли. Мы дети для них. Они над нами издеваются. Что ж, депутатам Госдумы ничего не остается, как црыгнуть и попроситься баиньки. Пока люди выздоравливают, дети микробов пусть крепко спят. Значки, отпугивающие коронавирус, носят депутаты. А в дурдом забрали шамана. Удивляются в сети. На что жалуетесь, товарищ майор? Места на медали не хватает. Доктор. Эти фото прекрасной представительницы вооруженных сил Беларуси с недавнего парада в Минске наделали настоящий фурор в соцсетях. Один мой дед воевал с немцами, другой – с японцами. Потом еще 20-25 лет службы офицерами. Но ни у одного из них не было столько наград. Поэтому я принес в студию не их портреты. Я вместе с сослуживцами в 90-е глотал радиацию в зоне первоочередного отселения. У нас нет наград. И даже статуса ликвидаторов главнокомандующий нас лишил. Мы – никто. Вот это настоящий символ нашей армии. Как говорят, госпожа майор знает несколько иностранных языков. Но в текущий момент белорусским военнослужащим нужно знать русский. Согласно последним заявлениям главнокомандующего, главный союзник поступает с Беларусью хуже, чем со врагом. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время. Аж до 70 долларов. 68, там 65. Но никак не 127, как для Беларуси. Каждую неделю новое средство. Таков подход у главного в мире специалиста в области противодействия распространению коронавируса. Скажу по поводу парада. Конечно, тут что тут не бродило и не ходило. Ну и что мы получили за 3-4 суток после этого? В Минске значительно. Вчера в два раза снижение пневмонии. А все кричали и вопили, что ай парад, ай парад. В два раза. Рауда, Лидия Михайловна. Приказ верховного главнокомандующего. Вслед за Лукашенко оптимизмом запестрели и репортажи официальных СМИ. Вирус отступает по всем фронтам. Медицина в Беларуси, если верить официальным цифрам, вообще в 23 раза лучше шведской. Замечает известный сценарист Андрей Курейчик. Но многие жители страны в это почему-то не верят. Я считаю, что в центре Европы страна сошла с ума. Лукашенко не одинок в своей специфической борьбе с коронавирусом. В Китае после того, как опять стала расти статистика по заболеваемости, просто уволили соответствующего чиновника. Как говорится, портбилет на стол. Россия не отстает. По официальным данным, в стране зарегистрировано более четверти миллиона случаев ковид. Но Нью-Йорк Таймс проанализировала статистику московского правительства за последние пять лет и пришла к выводу, что цифры посмертности могут быть занижены втрое. Как ответили российские власти, потребовали опровержения и пригрозили журналистам лишением аккредитации. Но в Кремле ищут новые способы побороть последствия пандемии, считает Александр Торвин. Уважаемые граждане. В связи с происходящими событиями, я принял решение лично спасти Россию от коронакризиса. Итак, сядьте поближе к телевизору. Коронавирус, уходи. Коронавирус, уходи. С России на пиндоса впереди. Владимир Владимирович, не работает. Уже по 10 тысяч заболевших в день. Песков заразился. Тогда надо помочь людям выжить. Силуанов, крутись-вертись. Денежка в кармане у народа появись. Сработало. Сечин получил налоговые льготы на 200 миллиардов. Ну вот, хорошее начало. Помощь простым людям пошла. Теперь нужно помочь бизнесу. А то народ совсем обанкротится. Кручу-верчу, кредиты списать хочу. Пошло дело, Владимир Владимирович. Пошло. Газпром и ВТБ освобождены от уплаты долгов в 500 миллиардов. Отлично. Теперь выплаты врачам, которые голыми руками и носами борются за жизни людей. Высшие силы призываю. По 25 тысяч рублей каждому врачу обещаю. Не выходит, Владимир Владимирович. А что такое? По 300 рублей врачам на отбавки пришли. Ох, не всегда высшие силы благоволят. Не всегда. Не всегда, Владимир Владимирович. Тогда продлим карантин, чтобы люди были в безопасности, чтобы не заболели. Россиянин, дома сиди, здоровье береги. Отменился карантин, Владимир Владимирович. Как? Все, людям кирдык. Сейчас вся страна заболеет. Да что ж такое? Не благоволят высшие силы. Не благоволят, Владимир Владимирович. Ну, я сделал все, что мог. Все, что могли, Владимир Владимирович. Кому смогли, помогли. Кому смогли, помогли, Владимир Владимирович. Ладно. Большой взрыв пережили. И это переживем. Переживем, Владимир Владимирович. Ахалай, махалай. За четверть века белорусы усвоили. Выборы в их стране проходят честно, прозрачно. А главное, выбрать всегда есть из кого. Делайте ваши ставки. Хотя нет, не так. Несите ваши денежки, говорит Центр избирком. Там на неделе заявили, что средств в бюджете на избирательную кампанию не хватает. Поэтому открыли специальный счет для добровольных пожертвований. Дело стоящее. Ведь, как обещала ранее председатель ЦИК, подсчет голосов покажут онлайн. А мы знаем, как это выглядит в Беларуси. Представляете, 7 тысяч в прямом эфире одновременно. Этим стримом ЦИК может затмить известный сайт для взрослых. И это была рубрика «Ты не поверишь». А вы смотрели новости, похожие на шутки. И шутки, похожие на новости. Вы смотрели «Вечерний шпиль» на Белсате. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»